Библейский портал экзегет.ру представляет Уважаемые братья и сестры, мы продолжаем с вами занятие по псалтыре царя Давида, «Помяни Господи царя Давида и всю кротость его». И сегодня мы будем читать пятый псалом. Считается, что этот псалом говорит о врагах Давида из числа сынов Израилевых, то есть из числа верующих людей одной веры с Давидом и одной национальности. И некоторые экзегеты считают, что имеется в виду Ахитофель, который злоумышлял против Давида, об этих персонажах мы читаем в книгах царей, там рассказывается, как они злоумышляли против Давида. Итак, начало пятого псалма начальнику хора на духовых орудиях, Псалом Давида. Здесь мы видим, что в самом начале даются наставления, на каких инструментах играть при исполнении этого псалма. И мы выясняем из псалтыри, что были бряцающие инструменты, струнные инструменты и были духовые инструменты. То есть был целый оркестр на самом деле. Левиты, они совершенствовались в музыке. И мы знаем, что сам царь Давид, он очень прекрасно играл на арфе. И когда на царя Саула нападал злой дух по попущению от Господа, то Давид играл на арфе, и Саул, царь, успокаивался. Дословный перевод первого стиха «Управителю на звенящих» Псалом от Давида. И далее идет уже сам Псалом. И первые слова – это второй стих пятого псалма. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои». Дословный перевод будет «Мои сказания, выслушай, Господи, постигни мой помысел». Здесь мы видим два слова «Услышь, уразумей», обращенные к Богу. И эти глаголы, они употреблены в повелительном наклонении. Псалмопевец как бы настоятельно просит Бога, чтобы тот услышал и уразумел состояние его души. Соответствующее древнее еврейское слово можно было бы перевести как «мысли вслух» или «тихие речи». То, что у нас переведено как «помышления мои». Итак, Давид настоятельно просит Бога «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои». Казалось бы, что в случае с Богом это лишено смысла, потому что Бог и так знает все наши помышления, от Него ничего не сокрыто. Но, с другой стороны, таким образом, Давид как бы приглашает Господа войти в его, Давида, душу. Он как бы открывает свое сердце перед Богом вот этими словами «Услышь, уразумей». То есть он как бы говорит Богу «У меня нет ничего такого, что я мог бы скрывать от тебя в сердце своем, да ты и сам знаешь, какие помышления мои». Ефимий Зигабен в своем истолковании пишет «Пророк в различных, только и подобно звучащих выражениях повторяет здесь одно и то же моление, как это обыкновенно бывает, когда просят о чем-нибудь от сердца. Или же глаголами он называет здесь молитву. Глагол по-славянски это означает слова. Глаголы – это слова. Или же глаголами он называет здесь молитву, как выраженную словами. Выражение звания, вопль, присвокупляет для того, чтобы показать, что в то время, как обращается он с этой молитвой к Богу, его дух, дух Давида находится в сильном напряжении. То есть, на самом деле, Давид предлагает два типа молитвы. «Услышь, Господи, слова мои» – это то, что мы произносим слух, молитву. «Уразумей помышления мои» – это какие мысли в этот момент, когда мы читаем молитву. Почему это было важно для Давида? Потому что молиться можно только устами, а мысли где-то бегают в стороне. И мы иногда, когда молимся, мы задаемся вопросом, а кому мы молимся, и смотрим, переворачиваем о Божьей Матери молимся. То есть, на молитве мы бываем рассеянны. Так вот, Давид настаивает на том, что его молитву можно услышать, то, что он говорит устами, и то же самое и в его сердце. «Уразумей помышления мои». То есть, во время молитвы сердце Давида не блуждало где-то в стороне. Как иногда человек читает там правило какое-то, а мыслями уходит в сторону, о чем-то там рассуждает про себя. Вот как раз второй стих научает нас молиться созвучно, чтобы и наши уста, и наше сердце говорили одно и то же. Вот такое единство совершенно необходимо. В одном случае он говорит «услышь», то есть, то, что я говорю устами на молитве, «уразумей», имеется в виду то, что у меня в сердце. Те из вас, которые следят за этим псалмом по славянскому тексту, там есть разночтение. Мы даем комментарии с вами по синодальному церковному переводу на русский язык, поэтому удобнее было бы, конечно, иметь перед глазами синодальный перевод. И третий стих «внимли глазу вопля моего, царь мой и бог мой, ибо я к тебе молюсь». Здесь мы видим как бы третий тип молитвы. Первый тип молитвы – это устами, второй – это в помышлениях, а третий тип молитвы – это вопль. Это вопль, когда человек не просто молится, а он молится с невероятным напряжением. Это как бы такая молитва, это вопль его души, его сердца. Дословный перевод будет «Прислушайся к моего вопля голосу, мой царь и мой бог, ибо к тебе обращаю молитву». Что значит «Ибо я к тебе молюсь» или «Ибо к тебе обращаю молитву». То есть как бы я не молился устами, сердцем или когда я вопию, я всегда обращаюсь к Богу. Бог является объектом любой нашей молитвы, даже если мы молимся святому. Все равно эта молитва имеет объект Бога, потому что на самом деле мы не молимся святым как Богу, мы просим святых молиться за нас Богу. И почти все молитвы к святым оканчиваются словами «Моли Христа Бога спастись душам нашим». То здесь существует как бы некая такая иерархия. Значит, мы обращаемся к святому «Моли Христа Бога спастись душам нашим». Святой, как более успешный в молитве, возносит ко Христу, молитвы, а Христос, о котором сказано «Един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, Он возносит эту молитву Отцу Небесному. Он ходатай за нас». Таким образом, мы видим как бы иерархию. И с другой стороны, мы видим три уровня молитвы. это уста, наши мысли и вопль. В этой молитве Давид восклицает «Внемли глазу вопля моего, царь мой и Бог мой». Что это может означать? Он называет Бога царем, по-еврейски это «Мелых». Давид, он сам царь израильский, называет царем Господа, поскольку знает, что его собственное царство, царство Давида, лишь слабое подобие царства Божьего. Поэтому он признает господство Бога над собою и называет Творца этим словом «Мелых», царь. Далее он молится «Элакейну». «Элакейну» это «Бог мой», «Ибо я к тебе молюсь». Давид здесь показывает, что молитва всегда обращена к Богу, как к царю, как к заступнику. Ефимий Зигабен пишет «Царю мой и Боже мой, ведь ты, говорит Давид, только один и есть у меня царь, который печешься обо мне. Ты, Господь, только один и Бог у меня творец всего». Давид как бы говорит «Идолов же я отвергаю, я к тебе помолюсь Господи, ибо я к тебе молюсь». Зигабен пишет «Услышь, как бы говорит Давид меня Господи, потому что впредь я к тебе только одному стану обращаться с молитвой, а не к другому Богу, как это было доселе». Что имеет в виду Ефимий Зигабен? Он имеет в виду, что когда-то над Давидом был царь, царь Саул, но ничего хорошего от этого царя Саула не было Давиду. Когда Давид сам стал царем, он еще больше нуждается в Боге, и он хочет, чтобы отныне только один царь был бы над ним, только один Бог, Владыка, один Судья, это Творец Неба и Земли. Таким образом Давид как бы уклоняется от любого суда человеческого и от любой помощи людей и восклицает «Ибо я к тебе молюсь». Таким образом он научает нас видеть объектом любой молитвы именно Творца. И если мы молимся Ангелу или Деве Марии, то это имеет в виду, что мы просим Ангела и просим Деву Марию, чтобы они молились за нас пред Христом, а Христос пред Отцом Небесным. Поэтому объект молитв всегда один. И один Царь над всеми нами – это Господь. Он тот правитель, во власти которого находится наша жизнь и наша смерть, наше благополучие и наше несчастье, все подчиняется Ему, все зависит от Него. И нам надо научиться у святых отцов за все благодарить Бога, чтобы Он нам не посылал, чтобы нам говорить «На все да будет Твоя святая воля» и уповать на Его божественную милосердие. Итак, мы молимся устами, мы молимся сердцем, но иногда мы молимся в крайнем напряжении, когда мы как бы вопим перед Бога. «Внимли глазу вопли моего, Царь мой, и Бог мой, ибо я к тебе молюсь». И далее мы читаем четвертый стих пятого псалма. Здесь мы находим слова «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред тобою, и буду ожидать». на что здесь обращает наше внимание царь Давид? Он призывает нас начинать утреннюю молитву как можно более ранее, как можно более ранее. И святитель Азлатоуст дает такое объяснение. «Видишь ли усердие и душевное сокрушение в начале дня?» говорит Давид. «Я совершаю это дело». «Пусть выслушают это те, которые приступают к молитве после бесчисленного множества дел утром». Действительно, некоторые начинают день не с молитвы, а с некого бесчисленного множества дел, забывая о том, что если день начинается с молитвы и завершается молитвой, то день как бы оказывается в объятиях божественного благословения. А если утренней молитве предшествует множество дел, то это не совсем правильно. Конечно, у нас есть обязательства перед детьми, которых мы должны отправить в школу, у жены есть обязательства перед мужем покормить его перед тем, как он уйдет на работу, но христианин может уделять для утренней молитвы самое раннее время. И самая благоприятная молитва, как я часто объясняю, это предрассветная молитва. Предрассветная молитва. Златоуст пишет, у царя ты не допустил бы, чтобы кто-нибудь ниже тебя, прежде тебя поклонился бы ему, царю. А здесь, когда солнце уже поклоняется Богу, то есть солнце уже зашло, ты еще спишь, уступаешь первенство твари солнцу, не предупреждаешь, не опережаешь всех творений, созданных для тебя, и не воздаешь ему, Господу, благодарности, но вставай и умывая лицо и руки, не забудь душу свою очистить, а то вставая, умывая лицо и руки, душу свою оставляешь нечистой. Или ты не знаешь, что как тело очищается водою, так душа молитвой. и так омой прежде тело, душу свою. О чем здесь пишет Златоуст? Он пишет о том, что по-настоящему пробуждение наступает тогда, когда человек молится. и как утром пробудившись, когда холодной водой мы омываем руки, лицо, мы чувствуем прилив бодрости, больший прилив бодрости мы должны испытывать, читая утреннее правило. Но это не значит, что мы должны сначала молиться, потом мыть руки, мыть лицо и так далее. На самом деле мы должны очистить лицо, руки перед молитвой, омыв лицо и руки холодной водой, одеться в подобающую одежду и читать молитву прежде всех остальных дел. Читать молитву и некоторые верующие говорят, вот когда я читаю, там идут после вступительных молитв, там первая молитва, вторая, третья, вот тут я просыпаюсь по-настоящему. кто-то говорит, вот на тресвятом я уже чувствую, дух мой становится бодрым. И очень важно для бодрости тела и души читать эти молитвы вслух, чтобы слышать свой голос. Если кто-то из членов вашей семьи спит, то вы можете читать негромко, но слышать свой голос на молитве очень важно. Очень важно. И когда вы читаете утреннюю молитву, вы призываете благословение Божие не только на членов вашей семьи, но и вообще на все пространство вокруг вас. Потому что если в подъезде есть хотя бы один молящийся, он является удачей и благословением для всего подъезда. А если таких двое, трое, то это как бы жилище святых. Целый подъезд освящается этими многими молитвами. Но если мы совершаем какие-то дела без молитвы, это крайняя степень самоуверенности. Едва ли дела наши увенчаются успехом, если мы не призвали Божьего благословения на все действия, какие мы будем совершать в течение дня. И поэтому, когда наши предки говорили без Бога не до порога, они это понимали в самом широком смысле этих слов, что без молитвы ничего не надо начинать. Ибо какое-то действие, если оно не будет освящаться молитвой, едва ли оно принесет благоденствие. И далее пятый стих Давид восклицает, как мы читали в комментарии, что этот псалом связан с двумя людьми, которые все время злоумышляли против Давида. И пятый стих Ибо ты, Бог, не любящий беззакония, у тебя не водворится злой. Посмотрим дословный перевод. Ибо ты не есть Бог к нечестию благоволящий, не обитать с тобою злому. Действительно, Господь и зло, эти понятия, они несовместимы. Господь и беззакония, эти понятия, они никак не тождественны одно другому. Бог свят в понимании Давида. Он безгрешен и отделен от всякого зла. Поэтому согрешивший может предстать пред ним, пред Богом лишь после совершения искупительного жертвоприношения. так было во дни царя Давида. А так как в наше время искупительная жертва – это кровь Иисуса Христа, который очищает нас от всякого греха, то во время утренних молитв мы читаем покаянный псалом «Помилуй мя Божию», потому что мы могли нагрешить ночью. Ночные грехи связаны прежде всего суетой сновидений, а сновидения являются проекцией чувств того дня, который предшествовал ночи. «Ибо ты, Бог, не любящий беззакония, и у тебя не водворится злой», то есть Он не может приблизиться к тебе, если только Он, конечно же, не раскается. И шестой стих «Нечестивые не пребудут пред очами твоими, ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». О чем могут быть эти слова? Святитель Иоанн Златоуст пишет, здесь Он показывает, что Бог ненавидит зло и научает желающих приближаться к Нему благоустроять себя таким образом, потому что иначе невозможно быть близко к Богу, как только через покаяние. Если к человеку доброму не может быть близок тот, кто отличается от него своими нравами, то тем более к Богу. А что злые не могут быть близки к людям добродетельным, послушай, как говорят они, злые люди, оправедники, они говорят, тяжело нам и смотреть на него. Это текст из книги Премудрости 2.15. То есть нечестивым тяжело даже смотреть на праведника. Для них праведник самим своим видом является обличением их нечестия. И Господь тоже не хочет смотреть на нечестивых. Как нам тяжело общаться с некоторыми людьми, которые чужды идеалам нашей веры, у них другие нравственные и моральные ценности. И Залтауст пишет далее «Так Иоанн, креститель, находясь в темнице и никому не показываясь, был не сносен для Иродиады, хотя эта женщина была так далеко от него, и после смерти он тяготил совесть того, кто был тогда тираном, то есть совесть Ирода, который повелел казнить Иоанна Крестителя. «Итак, не думайте, чтобы кто-нибудь из живущих добродетельно терпел зло, хотя бы на него и нападали злые, терпят зло только делающее зло». то есть если мы как бы смирились с каким-то злом прежде всего в себе и в окружающих, это значит мы на пути зла. А если мы не смиряемся перед злом прежде всего в себе и в окружающих, это значит мы на пути добра. И самое главное не соглашаться с собственным злом. Собственным злом. человек должен ненавидеть собственные грехи и решительно им противостоять. «Ибо нечестивые не пребудут предачами твоими, молится Давид, ты ненавидишь всех делающих беззаконие». Сразу возникает вопрос, а разве Бог может ненавидеть? Это же такое чувство как бы человеческое. На самом деле Писание говорит нам на нашем языке, иначе бы мы не понимали. Более правильнее сказать «Нечестивый ненавидит Господа», а Господь одинаково хорошо относится ко всем. Не Бог удаляется от нечестивого, а нечестивый своим нечестием убегает от Бога. И далее седьмой стих «Ты погубишь говорящих ложь». Давид устал от клеветы в свой адрес. Вот эти два человека – Дуэк и Ахитофель, они все время клеветали на Давида. И хотя Давид был стойким воином как по плоти, так и по духу, ему было тяжело сносить эту клевету, потому что она достигала ушей и тех людей общением с которыми дорожил царь Давид. И он жалуется Богу. «Ты погубишь говорящих ложь». Он говорит это с уверенностью, потому что ложь – это то, что противоположно истине, а Бог и есть истина. Давид измучен нападками. «Ты погубишь говорящих ложь», обращается он к Богу, «кровожадного и коварного гнушается Господь». Другой возможный перевод «погубишь обманное говорящих». ложь – это всегда обман. «Погубишь обманное говорящих, мужа кровавого и лживого гнушается Господь». Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Это говорится не для того, чтобы мы только слушали эти слова, но чтобы часто слыша это, научились сообразовываться с нравами жениха, то есть Христа, и делаться близкими к Нему, как жениху должна быть близка невеста церковь. Если же этого не будет, то мы лишимся Вышней помощи, чего хуже, ничего быть не может. Вот если мы лишаемся поддержки небес, как страна, как народ, как семья, как отдельно взятые личности, хуже этого ничего не может быть. Когда нету поддержки от Бога. Объясняя слова кровожадного и коварного гнушается Господь, Златоуст пишет, здесь говорит о человеке, склонном к убийству, хитром, лукавом, имеющем на языке одно, а в душе другое, показывающим снаружи вид скромности, а на самом деле свойства волчьи, чего хуже ничего быть не может. От врага явного не трудно отречься, а тот, кто скрывает свое лукавство и между тем действует злобно, будучи нелегким уловим, может совершить много худого. Здесь в этом стихе, в седьмом стихе ложь, то есть обман и склонность кровожадности к коварству поставлены как бы в один ряд. Почему? Потому что человек убивает другого человека самым коварным образом, словом, клеветническим словом. Он убивает репутацию человека, он ставит под сомнение его духовность, выносит суд, на который сам не имеет никакого права. и вот эти люди, которые нападали на Давида, он очень от них устал, он был измучен, эти люди разделили дом царя Давида, настроили сына царя Давида Авесолома против отца, настраивали население страны против царя Давида, и они так ненавидели Давида, что они говорили, ему нету спасения в Боге, Бог ему не поможет. Но Давид как бы уклоняется от спора с такими людьми, он предоставляет Богу самому остановить эту ложь. И мы знаем, как Дева Мария, когда она понесла под сердцем младенца, и Иосиф обручник узнал об этом, он хотел тайно отпустить ее, прогнать из дома, но незаметно, чтобы ее не побили камнями. И возникает вопрос, а почему же Дева Мария не рассказала Иосифу о том, что младенец от Духа Святаго? Дева Мария понимала, что если она сейчас начнет оправдываться, это будет слишком неправдоподобно. Она сама, когда явился архангел Гавриил, удивлялась его словам и спрашивала, а как это будет? Я мужа не знаю. И она молчала, ожидая, когда Господь все объяснит Иосифу. И Иосифу во сне является ангел, который говорит, не бойся принять Марию. «Если какая-то клевета о вас ходит вокруг вас, вы можете попросить Бога, чтобы Он ступился за вас, и чтобы Господь дал знать людям, которые дороги вам, что то, что о вас говорят, это все неправда. И Давид предоставляет место суду Божию, хотя, будучи царем, он мог осудить любого человека, и он мог казнить любого человека. Но почему Давид этого не делает? Как царь, он не должен прощать то, что делают против него, как против царя, как против помазанника. Но он был не только царь, он был человек с добрым сердцем. И он не находил в себе сил остановить злословие против себя. И он как бы перепоручал этот вопрос Богу. о себе он восклицает восьмой стих «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему, в страхе Твоем». Возможный перевод «А я по великой милости Твоей я войду в Твой дом, проструся в поклоне чертогу Твоей святыни в страхе пред Тобою». То есть Давид здесь не просто говорит «поклонюсь святому храму Твоему», а дословный перевод «проструся», то есть «в поклоне, лягу на землю, я создан из праха, и я вернусь когда-то в прах, что такое «я» перед лицом святыни Твоего храма, Твоего дома». Но здесь главный момент Давид говорит «а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой». Дом Божий – это небеса. И если мы попадем на небеса, то только по милости Божией. Вот о чем здесь говорит Давид. «а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой». Речь идет не просто о милости, о множестве милости. Возможный перевод «а я по великой милости Твоей я войду в Твой дом». То есть мы нуждаемся не просто в милости, мы нуждаемся во множестве милости великой милости, потому что величина милосердия избавляет нас от величины содеянных нами преступлений и грехов. Златоуст пишет, так как в состав церкви входили такие люди язычники, волшебники, убийцы, чародеи, лжецы, лицемеры. А она, церковь, сказала, что Бог ненавидит и отвращается их, то желая показать, что она, церковь, не по праву и не за добрые дела свои, но по человеколюбию Божию избавилась от них и введена во внутренний покой его Господа, церковь, читая этот псалом, присовокупляет, а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой. Чтобы кто-нибудь не сказал, как ты, церковь, сделавшая то и то, получила спасение. Она, церковь, показывает, каким образом она получила спасение. Именно, что она спасена по великому человеколюбию, по неизреченной благости Божией. Но бывают люди неизлечимо больные, которые не принимают и милости, как, например, иудеи. Благодать и милость, хотя бы благодать и милость, но и они спасают лишь желающих и принимающих благодать, а не упорствующих и не желающих принять этого дара. Да, Бог есть любовь. Но если мы не алчим и не жаждем приобщения к этой любви, она не коснется нас. Да, Бог милостивый, милосердный, человеколюбивый и долготерпеливый, но все это не коснется нас, когда мы не ищем в Боге милосердие, а Давид искал милосердие в Боге, поэтому он и молился, а я по множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему, страхи твоем. Он не говорит, а я по заслугам своим, а я как пророк, а я как избранник твой войду в дом. Нет, все мы можем войти в дом Божий только по величию милости, и мы об этом должны помнить и никогда не должны этого забывать. И девятый стих Давид восклицает «Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих уравняй предо мною путь Твой». И более близкий к оригиналу перевод «Господи, веди меня в Твоей праведности из-за меня озирающих сделай прямым предо мною Твой путь». В синодальном переводе мы прочитали «Путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих». А дословный перевод нам подсказывает, что враги – это те, которые нас озирают. А зачем они нас озирают? Они выискивают в каждом из нас какие-то недостатки. Они прислушиваются к нашим словам, чтобы обвинить нас в том, что мы что-то неправильно сказали. Они озирают нас на предмет, как мы одеты, вот к чему можно придраться. Они озирают нашу прошлую жизнь, чтобы нам напомнить наши грехи юности, молодости. Они озирают наше настоящее состояние. И вот, чтобы нам не пострадать от этих людей, Давид молится так, и нас учит так молиться. «Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих». То есть, Давид как бы говорит, «Они меня сбивают с пути, и если ты не будешь путеводить меня, я, наверное, собьюсь с пути». Давид как бы говорит, «Они озирают меня и наверняка докопаются до чего-то такого в моей жизни, и мне трудно будет перенести это обвинение в мой адрес». Давиду действительно было реально тяжело. А обвинения в некотором случае были справедливы. Давид взял себе чужую жену, погубил ее мужа, от этого прелюбодеяния породилось убийство. И он, конечно, верил в то, что Бог его простил, потому что честь пророка Господь сказал Давиду, пророка Нафана, что он прощает его, Господь прощает его, но люди никогда ничего не прощают. Если Господь может простить, общество не готово к этому. И мы с вами уже вспоминали неоднократно, когда Давид выбирал, Бог ему говорил, избирай, в мои руки попасть или в руки людей. Давид говорит, Господи, в твои лучшие руки, ты накажи, потому что суд Божий не без милости, а суд человеческий, когда упавшего добивают ногами, упавшего в какое-то бездравственное состояние человека, пытаются их топтать в это состояние. Господи, путеводи меня в правде твоей ради врагов моих, воскресает Давид, подсказывая нам, как надо нам молиться. Собственно говоря, враги наши – это бесы и демоны прежде всего. Они очень хорошо знают нашу жизнь. Они догадываются о наших помыслах, хотя не могут в них проникнуть. «Уравняй предо мною путь твой». Что значит «уравняй предо мною путь твой?» «Сделай прямым предо мною твой путь, чтобы мне не приткнуться, приткнуться». Особенно если во тьме человек идет, есть опасность, что он не заметит какого-то препятствия и приткнется. «Путеводи меня в правде твоей, иначе в праведности твоей». Праведность Божия проявляется в защите им своего царя от его врагов. Путь твой имеется в виду предлагаемый Господом путь спасения, это путь повиновения его воли, воли Господа его святым заповедям. Поэтому вот эти понятия правды и праведности они тождественны. Поэтому когда мы читаем «Господи путеводи меня в правде твоей», мы можем понимать «Господи путеводи меня в праведности твоей». То есть «Дай мне от твоей праведности что-то благочестивое, ради врагов моих, чтобы они заткнулись, чтобы они замолчали, чтобы и они узнали, что ты ведешь меня стезию праведности. Ведь Давид молился «Закон твой, светильник ноги моей, уравняй передо мною путь твой». Как это важно, чтобы был ровный путь, а как это достигается? Это достигается, когда мы смотрим закон Божий, закон Евангелия, и тогда мы знаем, как идти. Тогда у нас есть светильник для ноги, как Давид молится в другом псалме, «Закон твой светильник для ноги моей». Если даже тьмой объят человек со всех сторон, но у него есть свет Писания, Слово Божие, этот свет помогает ему идти прямой дорогой и не уклоняться никуда в сторону. Далее Давид восклицает, «Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортан их открытый гроб языком своим листят». «Ибо нет в устах их истины». дословный перевод будет «Ибо нет у него во рту верного их нутро пагуба, могила открытая и гортань своим языком листят». А неужели действительно в их устах не было истины? Например, когда они говорили, «Давид спал с чужою женою, потом Давид погубил ее мужа». «Разве это истина или не истина? Так это истина, это так и было. А почему же Давид говорит, «Ибо нет в устах их истины?» Ведь Давид грешил, потом Давид пролил много крови. Разве это не истина? Но в то же время Давид говорит, «Ибо нет в устах их истины». Почему? Потому что Бог силен изменить наше прошлое. Нам очень бы хотелось вернуться назад лет на 20-30. Как я уже однажды говорил, здорово было бы лет на 25 назад, на 30 найти самого себя и поговорить с ним так серьезно и предупредить так строго смотри Стеняев. Вот через пять лет то-то, то-то будет, а через десять то-то, то-то. Смотри у меня Стеняев, не подведи. Но наше прошлое нас всегда подводит. А Бог, Который является властелином и прошлого, и настоящего, и будущего, Он силен поменять наше прошлое. Об этом сказано у пророка Исаии. Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю, как пурпур, очищу. И хотя эти враги Давида говорили то, что они знали, и то, что знал весь Израиль об этих грехах Давида, но не было в их устах истины. Они видели, как Давид грешил, но они не видели, как Давид каялся. А покаяние меняет наше прошлое в глазах Бога. А это имеет большее значение, когда у тебя хорошая репутация в глазах Бога. И неважно, как к тебе относятся люди. У апостола Павла тоже была не очень хорошая репутация среди христиан. ему не могли простить, что он когда-то был гонителем, что он за волосы влачил мужчин и женщин, христиан. И Павел однажды написал, мне все равно, как обо мне судят другие люди, я и сам никого не сужу. И все почитаю за ссор, за мусор, ради превосходства в Иисусе Христе. Какое превосходство мы имеем в Иисусе Христе? Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И нету в устах истины тех, которые пеняют нам за наши грехи, в которых мы давно раскаялись. И Бог простил нас. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб. А почему гортань их открытый гроб? Они напоминают Давиду о его грехах. И если Давид забудет о Божьем прощении и будет слушать вот то, что они говорят, он впадет в уныние, как в гроб. Его заколотят в этом гробу, потому что уныние – это смертный грех. Но мы побеждаем наше прошлое силой крови Сына Божия. Ибо Иисус Христос есть Альфа и Омега, начало и конец. В Его власти наше прошлое настоящее и будущее. Сердце их пагуба. Они не ищут спасения для ближнего. Они ищут как бы опозорить Давида, как бы насмеяться над Давидом. Горта них открытый гроб языком своим льстят. Когда они приходят к Давиду как к царю, они заискивают перед Ним. Давайте посмотрим, что пишет Златоуст. В гортаних открытый гроб разумеет ли то, что они склонны к убийству или то, что они произносят мертвящее и зловонное учение, впрочем, не погрешит и тот, кто гробом отверстым назовет уста, произносящие срамные слова, потому что это зловоние, исходящее из гниющей души, гораздо хуже чувственного зловония. То есть, когда кто-то поносит другого человека, плохо отзывается о нем, то это зловоние хуже чувственного зловония. Таковы же уста корыстолюбцев, которые не произносят ничего здравого, одни убийства и хищения. Кто такие корыстолюбцы? Это те, которые все делают корости своей ради, интереса своего ради. Итак, да не будут уста твои гробом, не выноси приговор ближнему, не заколачивай его в гроб уныния, наоборот, найди слова утешения, но пусть будут твои уста сокровищницею. Златоуст продолжает, сокровищницы весьма много отличаются от гробов тем, что последние гробы портят то, что принимают, а первые сокровищницы сохраняют. Поэтому имей и ты всегда пребывающее богатство любомудрие в устах, а не злословие какой-нибудь и гнилость. Конец цитаты. Скорее всего, Златоуст отталкивается от слов апостола Павла, который учит, да никакое гнилое слово, да не сойдет с уст твоих, но только назидание в вере. Поэтому будем следить за своим языком, ибо от своих слов оправдаемся и осудимся. И далее 12 стих «И возрадуются все уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою любящее имя твое». Дословный перевод будет «И возрадуются все, кто в тебе обретает укрытие, вовек торжествовать они будут, и ты их осени, и восторгаться будут в тебе любящее имя твое». Если 11 стих начинается словами «Осуди Божие», то 12-й «Возрадуются все уповающие на тебя». То есть, когда Бог осудит всех клеветников, всех злопыхателей, тогда в Царстве Божьем возрадуются те, которых поносили всячески, злословили всячески, ибо они с терпением относились к этим словам. Причем праведникам было свойственно соглашаться с любыми обвинениями свой адрес. И когда святым говорили «Ты такой, ты такой, ты такой», они говорили «Как вы хорошо обо мне говорите, я значительно хуже на самом деле». Потому что они судили о себе даже по малейшему движению мысли, а им напоминали только поступки их прошлой жизни, которая уже ушла и от нее ничего не осталось. В Царстве Божьем возразуются все уповающие на Господа в этой земной жизни, вечно будут ликовать, то есть восхвалять Бога. А кто занимается вечным ликованием? Лик ангельский, они ликуют перед Богом, восклицая свят, свят, свят Господь. И благость будущей жизни будет заключаться в том, что мы как бы присоединимся к этому хору ликующих, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою, любящее имя твое. Вот здесь очень важно обратить внимание на то, что сказано «будут хвалиться тобою». Хвалящийся, сказано в Писании, дохвалиться Господом. Нам не надо хвалиться своими способностями, талантами, потому что если что-то такое и есть у нас, оно проистекает от Бога. Как сказано, всякий дар совершенный проистекает от Отца Света. хвалящийся, дохвалиться Господом. И мы вечно будем хвалиться им, что Он презрел на нас в одни нашей жизни. Он оберегал нас на нашем пути. Он делал нашу дорогу прямой. Он защищал нас от недоброжелателей наших. Все уповающие на Тебя, сказано здесь. А кто это такие уповающие на Господа? Это народ Божий. Это православные христиане. А на кого мы еще уповаем? Сказано, не надейся на князя, на сына человеческого, в них нету спасения. Хвалящийся дохвалиться Господу. Святитель Иоанн Златоуст пишет, да и есть ли, скажи мне, в вещах человеческих что-нибудь такое, чем бы можно было хвалиться? Сила ли телесная, но она не составляет достоинства зависящего от нашего произволения, и потому хвалиться ею мы не можем, притом она скоро ослабевает и теряется, а нередко даже служит во вред имеющим ее и пользующимся ею не так, как должно. Тоже надо бы сказать о красоте и благообразии, о богатстве и власти, о роскоши и о всех предметах житейских, но похвала от Бога и любовь к нему вот украшение, которое лучше всего, вот отличие, которое превосходит тысячи диадим, хотя бы удостоившийся этого находился в тюрьме, это украшение не уменьшается ни от болезни, ни от старости, ни от перемены обстоятельств, ни от неблагоприятных времен, ни от самой смерти, но делается тогда еще блистательнее. И мы читаем тринадцатый стих, «Ибо ты благословляешь праведника Господи благоволением, как щитом венчаешь его». дословный перевод будет «Ибо ты благословишь праведного Господи, как броней, благоволением его окружишь». Благоволением, то есть заботой, как броней окружишь, как в танке, окруженной броней, защищенной, человек сидит и чувствует себя спокойно. Так и божественная забота, она как щит, венчающий нашу веру. Он так и называется, щит веры. Псалмопевец в очередной раз возвращается к теме защиты Господом своего народа. И смотрите, что пишет Златоуст. «Таковы дары Божии, крепки и прекрасны, таковы венцы его, у людей же бывает не так. Но кто в славе, тот не в совершенной безопасности, а кто в безопасности, тот не всегда в славе. То и другое у них нелегко соединяется, а если и соединяется, то скоро разрывается. Например, люди, облеченные властью, знатные и славные, не находятся в безопасности. Но потому самому по величию славы своей они особенно и стоят на опасном месте. Люди отверженные, презренные, находясь в безопасности, по своей неизвестности, не пользуются честью, но потому особенно, что находятся в безопасности, не имеют почестей. А у Бога не так, но то и другое, и безопасность, и слава соединяются в высочайшей степени. Поэтому, представляя величие этих благ, и прежде всего то, как велико благо быть угодным Богу, в чем заключается и оружие, и слава, и безопасность, и множество других благ. Как и сказано в Писании, ищите прежде Царствие Божие и славы Его, а остальное все приложится. Итак, сегодня мы с вами изучили пятый псалом царя Давида, и те уроки, которые мы можем вынести из этого псалма, они составляют назидание для наших душ, чтобы нам укрепляться в нашей вере, и если мы будем живы, Господь позволит, то в следующем воскресенье мы опять вернемся к богодухновенной псалтире, и вместе с Давидом будем учиться молитвенной жизни, духовному росту. Спаси Господь! Пусть ят Ѝ !!! Продолжение следует...